Есть еще и другой вариант, опять же импульсный. Так вот, чтобы уменьшить электролиз еще на 20-30% от того, который он будет, а он будет неизбежно в любом случае. А раз мы снизим интенсивность электролиза, то есть выделение газов, а значит мы снизим таким образом температуру разогрева электролита. Соответственно и применяет импульсные методы заряда, которые в случае ускоренной зарядки аккумуляторной батареи сильно положительно влияют на потерю воды батареей. Проще говоря, чем меньше кипит батарея, тем меньше выделяется газов, тем меньше разлагается вода, тем меньше батарея теряет воду. Проще говоря, какие положительные стороны импульсного заряда? Первое. Лучше заряжается батарея до большой емкости, потому что при обычном заряде, соответственно, больше чем 80-90% вы батарею не зарядите. При импульсном способе можно зарядить даже до 100%, если умудриться. Если сказать еще проще, чтобы было понятно, когда батарея зарядилась до 80%, импульсная зарядка уменьшает время до заряда вот этого самого противного хвостика. Второе. Меньше образуется аэрозолей кислоты. Ну, понятное дело, раз она меньше кипит, меньше лопается пузырьком на поверхности электролита, меньше образуется аэрозолей кислоты. Тут все просто. Третье. Меньше разрушаются пластины батареи. Ну, понятное дело, меньше греется, меньше электролиза, меньше разрушается. Четвертое, меньше степень необратимой сульфатации электродов Почему у нас возникает необратимая сульфатация электродов? Потому что мы батарею при форсированном способе не можем зарядить больше чем 80-90% Значит 10% емкости батареи у нас просто тупо ляжет в сульфат Так вот импульсный способ заряда этот сульфат немножко выбивает Но вся беда значит в том, чтобы реализовать такой импульсный заряд Нужно иметь соответствующее оборудование Потому что не каждые зарядки могут это делать И вот частенько очень меня спрашивают некоторые люди, которые хотят купить себе зарядку Какую зарядку брать лучше, импульсные или гальваностатические, то есть обычные Так вот, при обычном заряде, когда вы заряжаете батарею просто, никуда не спешите Импульсные зарядки преимущества перед обычными никакого не имеют А вот если вам батарею нужно быстренько зарядить, то есть форсированный заряд применить, ускоренный То тогда да, импульсные зарядки выигрывает у обычных И сам импульсный метод заряда и был придуман как раз таки для того, чтобы применять вот этот самый ускоренный заряд Такие вот дела, так что если хотите купить за очень дорого импульсную зарядку То подумайте, нужна она вам или нет Потому что импульсный заряд очень хорошо, когда дозаряжается хвостик зарядной батареи То есть батарея до 80-90% заряжается одинаково, что от обычного зарядного, что от импульсного Никакой проблемы в этом нет А вот сам хвостик импульс заряжает лучше Но простая зарядка, если вы не ограничены во времени, тоже заряжает неплохо Значит, про амплитуду импульсом в этом видео говорить я не буду Потому что большинству это все равно неинтересно Да, и импульсы сами нужно подбирать конкретно под состояние аккумуляторной батареи Которые она имеет на сегодняшний день Универсальных импульсов нет, вернее они есть рекомендованные Но, честно говоря, под каждую батарею надо подбирать индивидуально Такая вот диспозиция на сегодняшний день по этому вопросу А потому подводим итоги и пару слов о заряде IGM аккумуляторных батарей Потому что они что? Они отдельно стоят и они ненормальные Итог Ускоренный заряд проводить можно при экстренных обстоятельствах, когда вам деваться некуда Но такими ускоренными зарядами без лишней надобности злоупотреблять не надо Потому что батарею после таких зарядов нужно будет обязательно лечить Потому что вы ее положите в сульфат, если еще не разрушите ей пластины Зарядные токи, которые я давал в формулах, можно менять Я давал коэффициент от 0.5 до 1.5 зарядного тока относительно номинальной емкости Остаточной вернее Но это не значит, что их нельзя менять Можно ставить и меньше Можно ставить и 1, и 2 коэффициент И 0.8, и 0.7 Какой угодно такой и ставите Если поставите меньше токи, то есть меньше коэффициент Будет более щадящий режим для ресурсоаккумуляторной батареи Но больше Батарея больше проживет, но больше тогда время заряда Тут смотрите по своим условиям У нас свет дают по 4 часа Мне можно и 0.5 коэффициент ставить Потому что я свою батарею при таком коэффициенте успею зарядить Потому что при таком коэффициенте батарея заряжается около 2 часов А у кого свет дают по 2 часа, а может и меньше То тому нужен коэффициент повыше Батарея зарядится быстрее, но это ударит ей по печени И обязательно следите за температурой И не допускайте чрезмерного кипения Потому что что, если перегреете батарею Пластины отрицательные схлопнутся И она заряд уже не возьмет никакой Ни большим током, ни маленьким Вообще никакой пока не остынет Ну а теперь давайте еще пару слов об IGM аккумуляторах Наших любимых и самых непонятных Самые дебильные батареи, которые существуют на нынешнее время Это то, что касается их заряда Это не совсем вменяемые батареи И им кипеть категорически нельзя Потому как газ, который образуется при кипении из стекломатов Выходит очень сильно долго И эти батареи очень плохо охлаждаются И склонны к перегреву А перегретые батареи вообще никак не заряжаются никаким током В общем батарейки эти IGM Они очень такие специфические И если вы вдруг счастливый обладатель такого вот чуда То вам на них ток максимально можно ставить 50% от их остаточной емкости А напряжение нужно ограничивать до 15 вольт максимум Потому что если обычные наливные батареи себе покипят Пузырьки выйдут на поверхность электролита Да и фикс с ним, ничего с ними там не станется сильно глобального То IGM аккумуляторная батарея, если закипит То считайте, дело запахло керосином Потому что пока эти пузырьки не выйдут Она будет дико перегреваться И заряд не брать А пузырьки эти будут выходить очень и очень долго Поэтому IGM аккумуляторные батареи Очень специфические к токам зарядным И к напряжению зарядному Нельзя давать напряжение выше, чем напряжение кипения И нельзя давать больших токов Потому что закон Ома Она просто заряжаться не будет И нельзя давать больших токов Потому что она что? Перегреется Потому что у нее стекломаты Жидкого электролита нет И она охлаждается очень плохо И опять же не забывайте следить за нагревом Потому что это ее Ахиллесова 5а Этой самой IGM классной батареи И еще одно Форсированными зарядами нельзя заряжать глубоко разряженные батареи Глубоко разряженные батареи Это те, у которых при нормальной плотности электролита Напряжение на клеммах ниже, чем 12,1 вольт Такие батареи глубоко разряженные Имеют на пластинах большое количество сульфата Который образуется при химической реакции разряда И такие батареи большого тока не берут от слова совсем Они начинают сразу кипеть Сразу поднимают напряжение И сразу кипят Такие батареи нужно сначала зарядить маленьким током Не выше 5% от остаточной емкости До хотя бы 12,1 вольта А уже когда батарея достигнет 12,1 вольта В состоянии покоя То потом уже можно заряжать их форсированными зарядами Тогда они уже ток большой будут брать Такие вот дела Ну а сегодня был такой вот ликнеп Такое вот видео Кому понравилось ставим лайк Кому не понравилось все равно ставим лайк Потому что я очень жаден до лайков И не забываем писать мне в комментариях То чего думает по этому поводу Ну и благополучно нам всем пережить эти тяжелые времена Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok